Стоит отметить, что директор музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Иванович Мусиенко в этот момент находился рядом с Дмитрием Овсянниковым, но не посчитал нужным ответить на вопрос о причинах такого своего решения. Однако уже вскоре после завершения съемки он связался с нашим телеканалом и изъявил желание объясниться. Без точки зрения чиновника репортаж был бы неполным, поэтому съемочная группа повторно выехала в музей. Встреча была назначена на 17 часов 30 минут. Корреспондент с телеоператором прождали 20 минут и уже было собрались уходить, как он появился и пригласил в свой кабинет. В ходе беседы с журналистом директор музея пояснил, всему виной неправильные формулировки. Оплачивать съемки придется только в случае создания на территории объектов музея художественных и документальных фильмов, либо сериалов. Для информирования, то, что было заявлено о популяризации до тех массовых мероприятий, конечно, музей ни в коем случае не является платной какой-то услугой. Мы все события, которые освещаем через телеканалы, севастопольские, крымские, федеральные каналы, естественно, это безвозмездно, это не на коммерческой основе. Оплата в таком случае взимается за приостановку, либо же помеху культурно-просветительской деятельности музея, уверяет Николай Иванович Мусиенко. Похожая ситуация и с заявками на съемку. Оформлять ее необходимо лишь в тех случаях, когда съемочный процесс мешает работе музея. Впрочем, по словам Николая Мусиенко, в прошлом году никому из журналистов не отказали в желании осуществить съемку, а формулировку директор музея пообещал поправить. Некие телестудии, которые снимают глобальный репортаж, они просят это проводить или рано-рано утром, или поздно-поздно вечером, или в рабочий процесс. Вот когда рабочий процесс у нас происходит, идет срыв приема обслуживания туристических групп, конечно, мы не можем это обеспечить не на коммерческой основе. Алексей Анатольевич, нужно будет все это дело поправить, чтобы это было понятно, и там четко нужно будет прописать, что в целях информирования общественности, в важных событиях музеев и так далее, мы проводим на безвозмездной основе. Продолжение следует...